Продолжая выпуск. Как известно, в ближайшее время запланировано проведение открытого диалога с учеными, врачами, медсестрами, фармацевтами, представителями санитарно-эпидемиологической службы на тему медицины Узбекистана во имя чести и достоинства человека. В преддверии данного мероприятия рабочая группа из числа специалистов Министерства здравоохранения во главе с министром побывала в лечебных учреждениях Ферганской области, где провела встречу с работниками здравоохранения региона. Учитывая сегодняшнюю эпидемиологическую ситуацию, как было отмечено на встрече, предпринимается ряд необходимых мер для предотвращения роста числа заболеваний коронавирусной инфекцией. Отмечалось, вакцинация – наиболее эффективная мера против распространения инфекции. Подчеркивалось, в каждом районном и городском отделе службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья созданы условия для круглосуточной сдачи ПЦР-тестов. Накоплен достаточный опыт, имеются все возможности в борьбе против коронавируса. После чего состоялся обмен мнениями по основному пункту повестки дня – процессе подготовки к открытому диалогу президента с работниками здравоохранения. Как было отмечено, к этому дню из Ферганской области поступило 430 обращений для открытого диалога. Из них 317 непосредственно относятся к медицинским работникам. Речь шла о необходимости устранения имеющихся проблем в сфере. Это специализация медучреждений, вопросы кадрового обеспечения, охраны материнства и детства. Рассмотрели около 50 обращений. В основном это вопросы, связанные со структурными изменениями в сфере, внесение изменений в нормативные документы Министерства здравоохранения. Одним из нововведений является то, что руководители медицинских учреждений получат академическую независимость в организации деятельности. Представителями сферы выдвинуто предложение. Были даны необходимые указания по оперативному решению проблемных вопросов, связанных с улучшением рабочих условий, обеспечением занятости работников здравоохранения, доведением до конца строительных работ объектов здравоохранения. Я работаю водителем в скорой медицинской помощи в Алта-Арыкском районе уже 10 лет. Мы обращались в Министерство здравоохранения по поводу состояния машин. Нам передали новые авто. Видим большие изменения, вовремя добираемся по адресату. Благодарим президента за это. В конце дискуссии дана информация по запланированным задачам в системе здравоохранения. Продолжение следует...